За небольшой промежуток времени были устранены боли наших жильцов. Андрей постарался, благодаря ему была отремонтирована полностью крыша, восстановлены шахты лифта. Это беда изначально, с основания нашего дома. Девятые этажи постоянно оттопило. Также были заменены трубы в подвале полностью на пластик. Ксения Данилова с улыбкой на лице рассказывает о том, что их объединению собственников имущества удалось сделать всего за полгода существования. Проблемы, которые ПКСК не решила за 7 лет, оказались по плечу вновь созданной организации. Стало и значительно чище в подъезде. Персонал жильцы дома также нанимают самостоятельно. Как я уже сказала, у нас собственный персонал имеется, то есть техничка, сантехник и электрик. Частоту в подъезде поддерживает техничка непосредственно. Раньше было гораздо хуже всего. Как рассказала Ксения, выбранный председатель ОСИ Андрей Рублев также живет в этом доме. А потому и о всех текущих проблемах в нем знает не понаслышке. К примеру, в планах облагородить детскую площадку, а на Новый год установить елку во дворе. При этом сумма, которую оплачивают ежемесячно в ОСИ, не изменилась. Возносы никак не отличаются. Все так же по оплате. Но работы проводятся гораздо больше, потому что человек живет в нашем доме, и он тоже очень сильно заинтересован. Однако не все кустанайцы спешат перейти в ОСИ или простое товарищество. Пугают трудности с оформлением документов, немного желающих и брать на себя ответственность. Но этот путь все равно придется пройти. ПКСК упразднят уже летом следующего года. У нас в Кустанай, например, 1200 домов. Из них многие, конечно, малогабаритные, им лучше организовать именно ПТ. А больше, например, 30 квартир желательно перейти на ОСИ. ОСИ, потому что это форма, которая, юридическая форма, которая защищает людей. У них отдельный счет в банке. Им дается БИН. Очень много плюсов, когда создают ОСИ. Все плюсы ОСИ могут оценить жильцы 62 многоквартирных домов. Именно столько их зарегистрировано в областном центре. Чтобы стимулировать кустанайцев к переходу к новым формам управления, специалисты отдела жилотношений проводят встречи с жильцами, на которых подробно рассказывают весь алгоритм. Ведут разъяснительную работу и в общедомовых группах в мессенджерах. Первичную же консультацию можно получить и в службе Айкомек по номеру 109.